Тренер это что? Сейчас с папочкой бумажечки пишут, а раньше размечает поле, поливает поле, косит поле. Тогда ничего не было, все было бедно. И вот мы, засучая руководство, того поля не было, там запасное. Мы его там по весне как-то делали, чтобы начать играть. Короче говоря, мы из Швеции, из Жнецына, Дудей и Грец. Знаменитого в Щелкове тренера по футболу Виктора Алексеевича Демина с 80-летием поздравляли очень тепло. Люди разного возраста, от убеленных сединами до 30-40-летних, оставшиеся на всю жизнь в футболе и давно с ним распрощавшиеся. Они приехали не только из Щелкова и Подмосковья, но и из других городов. Так велико значение многолетнего труда тренера с большой буквы. Так важно для них было воспитательное влияние Виктора Алексеевича. Щелковский футбол, он был приглашен после окончания тренерской школы и игры в знаменитом «Торпедо». На протяжении почти 50 лет тренировал здесь и взрослых, и детей. Готовил футболистов для команды «Текстильщик». А затем уже его, «Спартак Щелково», прославил наш город на всю страну. Вот команда «Чемпион Московской области» среди юношей. Команда замечательная. До сих пор играют вот здесь футболисты. Многие из них играли за «Спартак». Здесь вот воспитанники очень хорошие ребята. Вот команда 88-го года, юноши 88-го года. Призеры Московской области второе место в области заняли. «Мужская» команда вот только созданная. Когда я пришел, это в 70-м году было. Она вот только ее я набрал. И вот мы заняли первое место здесь, в Щелково, и третье место в области. На самом деле, очень самый такой выдающийся человек в нашем Щелковском районе, который воспитал огромное количество прекрасных футболистов, замечательных людей. Мне кажется, нет такого человека, футболиста, который не был бы под руководством Виктора Алексеевича Дюмина. Он подскажет где-то что-то. И в огре-то он все время подсказывал. Где-то поленился там пробежаться. Он говорит, давай догоняй, давай, прими мячик, отдай сам, вовремя подскажет. Здесь даже, знаете, в общем словом, даже все равно. Ну, тренера такого не было еще у нас. Единственное, когда он пришел, он же команду практически поднял. Мы вошли в какую-то там группу, когда мы в областную. Для города это все. Человек проработал 50 лет. Это столько поколений через него прошло. Это каждый, мне кажется, каждый, наверное, в те времена проходил здесь через Виктора Алексеевича Дюмина. Виктору Алексеевичу в этот день было сказано много добрых слов. Ему дарили подарки. Среди них был и футбольный мяч, на котором все расписались, и футболка с его фотографией. А еще любимому тренеру дали возможность открыть товарищескую игру. Ее специально для Дюмина провели его воспитанники на поле универсального спортивного комплекса. Скажите, пожалуйста, что нужно делать тренеру, чтобы ребята становились и людьми хорошими, это ведь очень важно, и спортсменами? Мне кажется, тренеру, любому тренеру, прежде всего, надо любить свою работу. Когда ты любишь ее и хочешь, чтобы команда хорошо выступала, необходимо создать климат в командах, дисциплину. Значит, с самого начала. Если наведешь порядок, и тебя уже все знают, слушаются, работаешь очень хорошо. Безусловно, для Виктора Алексеевича этот красивый юбилей – своего рода заслуженная награда. За многолетний труд на благо щелковцев и во имя футбола. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».